Я думаю, в сентябрь месяц мы должны уложиться. Может, чуть-чуть в октябрь идем с отдельными культурами. На полях Шушенского района завершается уборочная кампания. Люди от нас ждут результата. Мы должны, в том числе и федерации, людям показывать, что мы четко идем в том графике, который сами для себя рисуем с учетом изменений финансовых. Мы провалиться на этом объекте не имеем права. Глава Зеленогорска проинспектировал строительство Ледового дворца. В Лиссасибирске прошли показательные выступления Патриотического клуба из Березовки. ЗАО «Сибирь-1» – единственное в Шушенском районе крупное сельхозпредприятие, которое хоть и ориентировано в основном на животноводство, но при этом занимается выращиванием картофеля. Сентябрь – горячая пора для сельчан. Уборочная кампания предполагает мобилизацию всех сил и средств в битве за урожай. Помимо заготовки картофеля идет упаковка в тюки соломы, которая будет использована как утеплитель для содержания буренок. В Сенеборской Сибири никогда не экономили на хорошей технике. Сегодня солому здесь укладывают иностранцы под управлением лучших механизаторов района. Я думаю, в сентябрь месяц мы должны уложиться. Может, чуть-чуть в октябрь идем с отдельными культурами. Убрали сено, мы убрали. Сейчас солому заготавливаем. Первое отделение, то есть у нас Сенеборск остался, грубо говоря, только рапс, картофель из зерновых, из кормовых силос. Вот буквально завтра, послезавтра начнем с кукурузной силой заготавливать. Вячеслав Харченко, главный агроном предприятия, еще год назад был в статусе молодого специалиста. Как не экономит здесь на хорошей технике, так и старается участвовать в различных программах, чтобы привлечь квалифицированную молодежь. Помогают со строительством жилья, предоставляют различные доплаты к основному заработку. Свою социальную ответственность перед жителями сельской территории предприятие осознает в полной мере. Оказываем непосредственно материальную помощь, какую-то помощь даже в плане картофеля. Помогаем школам, детским садам. А мы всегда уделяем особое внимание на выпускные вечера, на первое сентября. То есть, ну, чем можем, помогаем, насколько хватает финансовых возможностей. Также заботимся о ветеранах, которые здесь на территории поселения. Совсем скоро «Сибирь-1» начнет реализовывать масштабный проект, связанный с развитием животноводства. В планах строительства большого комплекса. С идеей и проектом аграрии познакомили губернатора Красноярского края Виктора Толоконского во время его визита в Шушинское в начале июля. Губернатор, как бы, у него есть понимание, есть такой, ну, деловой, скажем, интерес к развитию села. То есть, человек не понаслышке, скажем, знает проблемы села, заботы, скажем, о гражданах. Уборочная страда в самом разгаре. Сибиряки, несмотря на дождливый август, надеются на достойный вложенного труда угрожай. И знает, что родное предприятие позаботится о том, чтобы и вознаграждение за нелегкую работу было хорошим. Ледовый дворец – объект, который возводится в Зеленогорске на средства федерального бюджета. На сегодняшний момент коробка здания готова. Подряд на следующий этап работ выиграла новая, пока неизвестная, Зеленогорску компания из Красноярска. Наша компания, ну, много кое-чего строили. Мы и мосты строили, и лечебные учреждения, и школьные учреждения, детские сады. Последние наши объекты – это ловинки, значит, строительство детского сада на 95 мест и физкультурно-оздоровительные комплексы. То, как ведутся работы, начатые подрядчиком около месяца назад, сегодня проверил глава города Павел Корчашкин. Несколько бригад в настоящее время занимаются черновой отделкой, штукатурят кирпичные стены. А вот вы уже это успели сделать, да? Да, это уже. Конечно. В ближайшее время предстоит оштукатурить 13 700 квадратных метров. Это 95% площади всего здания. Сейчас работа идет в административном блоке, там, где будут располагаться кабинеты, столовая, медпункт, раздевалки. Черновая отделка стен к сегодняшнему дню выполнена на 50%, отчитывается подрядчик. Постепенно участники совещания подходят к самому большому и самому главному помещению построенного здания. Главная задача, которая стоит перед подрядчиком и предусмотрена контрактом на этот год, сделать тепловой контур всего здания. Строители намерены завершить работы только в октябре-ноябре. Как известно, в Сибири в это время уже отрицательные температуры. То есть там 30 октября, ворота, окна, все будет стоять. Тепловой контур, знаете, что такое тепловой контур? Вы же строитель, не я. Надо, чтобы здесь была своя температура. На улице минус 40, здесь минус 10. За счет того, что тут земля. Кроме окон, которые уже заказаны и будут готовы, через 2-3 недели должны быть установлены и воротам. Со слов подрядчика, их стоимость сейчас выше, чем в смете, составленной в 2014 году. Поэтому конструкции пока не заказаны в полном объеме. Слушайте, мы торговали в этом году. Вы выиграли в этом году. Там было написано, сколько это стоит и сколько мы готовы за них заплатить. Вы победили. Ставьте. Чего вы нам рассказываете про 2014 год? Зачем про 2014 год? Мы в 2016 живем, в 2016 конкурс объявили. Поставьте ворота. Есть проблемы в продолжении строительства инженерного корпуса, где будет располагаться холодильная установка. Пока здесь есть только стены без крыши. Но до того, как подвести кровлю, необходимо выполнить земляные работы по укреплению грунта. На это должно быть свое техническое решение от проектного института, настаивает подрядчик. Решение – это объект государственный. Бюджет на него, вы же видите, идет исключительно из федерального источника. Мы сюда не добавляем ни рубля. Нам нужно показывать, что мы, в общем, те небольшие деньги, которые нам выделяются относительно, 400 миллионов еще надо, 56, да, в этом году мы получили. Но, тем не менее, люди от нас ждут результата. Мы должны, в том числе и федерации, людям показывать, что мы четко идем в том графике, который сами для себя рисуем с учетом изменений финансовых. Мы, ну, как бы провалиться на этом объекте, но не имеем права. Возложить венки к мемориалу павших воинов – это обязательная часть в посещении каждой точки автопробега. На набережной Несея – это памятник лесосибирцам, погибшим при выполнении воинского служебного долга. Участники автопробега – военно-спортивный клуб «Покров» из Березовского района и Всероссийская общественная организация «Память» – всего 40 человек. В одной команде представители морской пехоты, сухопутных войск, авиации и подрастающее поколение – будущие защитники Родины. Зрителям они представили показательные выступления. Это театрализация захвата заложников и их освобождение группой спецреагирования. Ведение боя максимально приближено к реальности, даже выстрелы почти как настоящие. Зрители это впечатлило, ошеломило, а некоторых и напугало. Молодцы, очень хорошо выступили, с интересом так смотрели, наблюдали. Девчонки тут визжали очень громко, поэтому я думаю, что впечатлили. Все так необычно, страшно даже не по себе немножко, особенно когда этот взрыв был. Мне понравилось, они показывали, как ложили на себя кирпичи, ломали их кувалдами, стреляли холостыми патронами, били друг друга. Страшно? Мне нет, девочкам сзади – да. На сцене воспитанники клуба «Покров» из Березовки. Шесть лет назад его создали ветераны боевых действий. Председатель Александр Белунов – участник первой и второй чеченских компаний. Они приходят вообще с 7-8 лет, но даже с детского сада приводят даже. Ну, помаленьку начинаем там с ними заниматься, привыкать к физическим нагрузкам. Потом лучшие, которые уже видим, что есть у них достижения какие-то, они выезжают на соревнования по армейскому рукопашному бою. Это основной у нас вид спорта. Есть также у нас в ходе сюда стрельба с пневматики, горная подготовка, сборка-сборка автомата, пропаганды отношения к воинской службе вооруженных сил Российской Федерации, внутренних органов, чтобы обратить внимание на то, что нужно это. Как говорится, страна, не желающая кормить свою армию, будет кормить другую. Продолжилось мероприятие концертом лесосибирских исполнителей. Следующей точкой в двухдневном маршруте автопробега был Инисейск, а завершился он на Монастырском озере. Юные канцы открыли для себя новый вид спорта. Если вы скажете, что это просто хоккей с мячом, то не ошибетесь. Правда, это имеет свое название – фаербол. На территории лицея встретились воспитанники центра «Семьяканский», представители общественного совета полиции и члены Краевой Федерации хоккея с мячом. Взяв в руки клюшки, ребята активно начали гонять мячи по всей территории спортивного поля. Мы сегодня убедились, что разные слои населения, все хотят действительно заниматься спортом. У кого-то есть возможности, у кого-то нет возможности. Возрасты разные. Когда им прививаешь этот вид спорта, в частности, а вообще в целом здоровый образ жизни, им нравится. Сейчас, я думаю, их очень будет сложно с этой площадки увезти в то учреждение, где они находятся. Основатели данного вида спорта отмечают, что особых правил в игре нет, поэтому принимать участие в соревнованиях могут все, даже люди далекие от спорта. Но организаторы отмечают, что фаербол существенно отличается от флорбола. В последнем достаточно много исключений и правил. Из этой игры фаербол унаследовал только инвентарь. Есть клюшки, взятые с игры флорбола, чтобы не пересекаться. Было понимание, что с федерацией флорбола мы взяли клюшки, а правила взяли с нашей игры хоккей с мячом. Это наше ноу-хау нашей краевой федерации. Хоккей с мячом. Так сказать, родоначальником мы считаем нашего президента. Это его была инициатива, мы ему помогли в развитии. Играет только Красноярский край. Больше никто не играет в эту игру. Организаторам встречи важно было не только поближе познакомить ребят с данным видом спорта, но и привить подрастающему поколению любовь к физическим занятиям и здоровому образу жизни. Среди таких маленьких ребят нам удалось встретить заядлого активиста. Максим уже много лет занимается спортом и в дальнейшем планирует стать хоккеистом. Максим, расскажи, чем тебе интересен фейерболл? Ну, что тут пластмассовые клюшки и пластмассовые мячи. Как давно ты вообще знаешь об этом виде спорта? Ну, вот, как три года, пять лет записался на хоккей. Вот узнал через год, что фейерболл есть. А вообще будешь ли как-нибудь в дальнейшем в жизни связывать себя с каким-нибудь видом спорта? Ну да, наверное, с футболом или хоккеем. Почему? Ну, не знаю. Там бегать можно. А не как вот пионербол там были. Ну, в волейбол тоже нужно. Это небольшое мероприятие для детей прошло в рамках акции с общественным советом. Существующая при местной полиции организация достаточно активно ведет свою деятельность, проводя различного рода мероприятия как для юных, так и для взрослых горожан и сельчан. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Продолжение следует...